СТОП ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ КАССЕТА 1 Всенародно чтимый пастырь и праведник Издание ВП Петроград, типография Я-Трей Разъезжие, 43, 1915 год От Петроградского Духовного Цензурного Комитета печать дозволяется Старший Цензор Архимандрит Александр Петроград, 28 февраля 1915 года Высочайший рескрипт Преосвященный митрополит Санкт-Петербургский Антоний Неисповедимому промыслу Божию было угодно Чтоб угас великий светильник Церкви Христовой И молитвенник земли русской Всенародно чтимый пастырь и праведник Отец Иоанн Кронштадтский Всем сердцем разделяя великую скорбь Народную о кончине любвеобильного пастыря и благотворителя Мы с особенным чувством обновляем в памяти нашей скорбные дни предсмертного недуга В бозе почивающего родителей нашего императора Александра Третьего Когда угасающий царь, любимый народом Пожелал молитв и близости Любимого народом молитвенника За царя и отечество Ныне вместе с возлюбленным народом нашим Утратив возлюбленного молитвенника нашего Мы проникаемся непременным желанием Дать достойные выражения всей совместной скорби нашей с народом Молитвенным поминовением почившего Ежегодно ознаменовывая им день кончины отца Иоанна А в нынешнем году приурочив оное К сороковому дню оплакиваемого события Будучи и по собственному душевному влечению нашему И по силе основных законов Первым блестителем в Отечестве нашем Интересов и нужд Церкви Христовой Мы со всеми верными и любящими сынами ее Ожидаем Что Святейший Синод Став во главе сего начинания Внесет свет утешения в горе народное И зародит на вечные времена живой источник вдохновения Будущих служителей и предстоятелей алтаря Христова На святые подвиги многотрудного пастырского делания Поручая себя молитвам вашим Пребываем к вам благосклонны На подлинном Собственное его императорского величества Рукой начертано Николай Царское село 12 января 1909 года Из письма антиохийского патриарха Милетия К отцу Иоанну Кронштадтскому Досточтимый отец протоиерей Мы глубоко радуемся тому, что единоверная нам Россия имеет такого великого пастыря, как Ваше Высокопреподобие Своей жизнью и деятельностью Вы повторяете собой знаменитых пастырей Первохристианской Церкви Недаром весь православный мир и русский народ в особенности Гордится Вашим Высокопреподобием, достойно ценит Ваше духовное качество И благоговеет перед Вашим Высокопарящим Духом Сердечно поздравляем Вас, дорогой отец Иоанн, с великой благодатью Божией, вселившейся в Вас Сердечно поздравляем и Россию с таким редким, истинно самоотверженным пастырем Поздравляем и себя с тем, что в нашей православной церкви имеются столь достойные ходатая перед Богом за православный мир За наше недостоинство и за нашу многострадальную паству Примите же, глубоко уважаемый пастырь, столб православной церкви Искреннейшее выражение сердечной и глубокой признательности нашей и всех наших чад Вместе с покорнейшей просьбой Помянуть их и нашу старость Ваших святых молитвах Милетий, патриарх антиохийский и всего Востока Патриарх антиохийский в полном титуле своем именуется так Блаженнейший, божественнейший, святейший патриарх Великого Града Божия Антиохии Сирии, Аравии, Киликии, Иверии, Месопотамии и всего Востока Отец отцов, пастырь пастыря, архиерей архиереев, тринадцатый из апостолов Детство отца Иоанна Великий праведник и молитвенник за землю русскую Родился в крайнем севере России, в местечке Суре, на берегу реки Пенеги Прекрасный, живописный край Река Пенега катит свои волны среди громадных гор Железные руды совсем красного цвета Встречаются горы алебастрово-египсово-ослепительно-белого цвета Боже мой, что это за горы? То они идут на целую версту неприступными крепостями И вдруг обрываются глубокими ущельями, покрытыми густой зеленью То громадными утесами, которые того и гляди, кажется, готовы рухнуть над головой зрителя У подошвы их понаделаны природой причудливые пещеры То высится прямо в небо колоссальные замки самых фантастических форм очертаний Над всем этим чудом То они идут на целую версту неприступными крепостями И вдруг обрываются глубокими ущельями, покрытыми густой зеленью То громадными утесами, которые того и гляди, кажется, готовы рухнуть над головой зрителя У подошвы их понаделаны природой причудливые пещеры То высится прямо в небо колоссальные замки самых фантастических форм очертаний Над всем этим чудным миром высоко наверху стоит дремучий лес А еще выше — светлое синее северное небо Никакой художник в мире не в силах начертать этой дивной картины Которую Господь создал единым словом Своим Да будут горы Особенно живописны громадные реки Севера, Северная Двина и красавица Сухона С обеих сторон Сухоны почти беспрерывно идут высокие горы Самых разнообразных видов и форм, покрытые роскошной густой растительностью То и дело виднеется высоко в горах Все в зелени живописно ютящиеся села Красивыми белыми каменными церквами В иных местах горы так высоки и так тесно сдвинуты над рекой Что кажется, едешь по колоссальному коридору с живыми стенами из земли А над головой вместо потолка — небо голубое В этом краю диком и суровом и малонаселенном Время просветало наше монашество Здесь, на севере России, просиялись своими подвигами преподобные Трифон и Феодорит Зосима и Савати, Герман, Кирилл и многие другие И поныне памятникам обильной благодати Божией, озарявшей этот дикий пустынный край Является множество мощей и угодников Божиих Во время она, просиявших здесь подвигами, святостью жизни и чудотворениями Известный русский благочестивый путешественник Андрей Муравьев В свое время объездил весь этот край исключительно для того, чтобы поклониться мощам святых угодников В обилии, как звезды на тверде небесной, рассеянных по северу России В свое благочестивое путешествие христолюбивый паломник описал в прекрасном сочинении Русская Фиваида на севере Пояснение Если родители хотят сделать своих детей верующими, благочестивыми христианами То настойчиво советуем им упражнять их во внимательном чтении сочинения нашего благочестивого паломника Андрея Николаевича Муравьева Путешествие по святым местам русским и Русская Фиваида на севере От кого же именно получила свое начало Русская Фиваида на севере? Духовным начальником ее был знаменитый всероссийский молитвенник преподобный Сергий Радонежский Основанная им троица Сергиева Лавра была рассадником, из которого двинулись на север ученики преподобного Сергия Будущие строители северорусских обителей и чудотворные молитвенники за землю русскую А вот этих учеников преподобного Сергия Радонежского впоследствии явились новые ученики Подобно своим духовным авам, удалявшиеся в пустыню Созидавшие там себе для молитвы землянки или кельи, впоследствии перевращавшиеся иногда в обители Таким образом преподобный Сергий Радонежский является как бы могучим плодоносным древом От которого произросли ветви подвижничества русской фиваиды на севере С течением времени, особенно под влиянием чужеземных, западноевропейских веяний Стремление к подвижничеству стало на Руси ослабевать А вместе с тем, начало охладевать и усердия русского человека к святым обителям Так что многие, особенно малые обители на севере России Прекратили свое существование, превратясь в приходские храмы На севере России есть много приходских церквей с нетленно почивающими при них мощами святых угодников Божиих Это остатки древнерусского благочестия Это памятники седой старины, когда на севере России обильно сияла благодать Божия через свои избранные сосуды Это доброе старое время отошло в вечность О нем молчаливо хранят воспоминания лишь могучие воды северных рек Этих немых свидетельниц прошлого благодатного величия нашего родного севера Но если угасли на севере древнерусские бытовые формы, угасли многие храмы-монастыри То не угасло то, что никогда не умирает и умереть не может Души, отшедших в вечность подвижников древнерусского севера Духи их родоначальника, всероссийского молитвенника преподобного Сергия Радонежского Все святые Божьи человеки, по смерти сподобляясь особенной близости ко Христу воскресшему Подобно солнечным лучам, заимствующим свою силу от соединения с солнцем Непрестанно озаряют всю землю покровом своих благодатных молитв Просвещают и осеняют всю землю русскую Воскресший Христос по молитвам преподобного Сергия древнерусских северных подвижников Этих благодатных покровителей севера Избрал смиренную супружескую чету сельского бедного чтеца Илью и его супругу, рабу Божию Феодору Для того, чтобы от них воссиял великий молитвенник земли русской Протоиерей Иоанн Ильич Сергеев Подобный другому великорусскому молитвеннику преподобному Сергию Радонежскому Знаменательно, что и фамилия дорогого батюшки отца Иоанна Сергеев Теза именита с именем преподобного Сергия Радонежского Сам дорогой батюшка, отец Иоанн, находил нечто знаменательное в своей фамилии Сергеев В 1891 году, 29 июня, при освящении в своей родной суре построенного им прекрасного каменного храма Именно главного предела в честь святого Николая Чудотворца Отец Иоанн говорил Кому суждено Богом создать этот величественный храм Не человеку, отличающемуся знатным родом или званием, или богатством Но человеку неродовитому, сыну бедного сельского причетника, служившего в этом же селе В котором, по крайней мере, три с половиной столетия преемственно в разное время священствовали иереи из рода Сергеев Вспомните, читатель, картину храма в ночь перед пасхальной заутренней Полумрак Еле-еле заметны в полумраке иконы преподобных и прочих угодников божьих, помещенные в иконостасе Но вот зажигается одна свеча, другая И золотые иконы начинают сиять ярким блеском И, кажется, сами угодники Божии радуются с людьми о Христе Воскрешем Отец Иоанн обильно озаренный благодатью Христа Воскрешего И был тем светильником, который озарил и как бы воскресил перед нашим духовным взором Все величие и дивную красоту русских угодников божьих От которых нас удаляет, подобно облакам, мгла, греховности и неверия Взирая на его благодатное величие, подвижничество и чудодейственную силу молитвы Всякий с благоговением взирал и на жития прочих святых божьих угодников Убеждаясь в их истинности и непреложной достоверности И вот среди этой духовной красоты и внешней бедноты Пришлось вырасти кронштадтскому светильнику Сура раскинулась на одном из самых красивых поворотов реки Пенеги При впадении в Пенегу Суры Она высоко царит над всей окрестностью Далеко-далеко на севере виднеется синева гор Вот они, летовские холмы, бывшие пять или шесть тысяч лет тому назад Берегами великой реки Суры Отец Иоанн в дневнике писал за 1902 год С юго-западной стороны, где протекает река Сура Тянется длинная полоса земли, замыкающаяся возвышением На котором раскинут лес С южной, на самой окраине горизонта Покрытой дымкою тумана Тянется другой лес, теряющийся в отдалении На далеком расстоянии по этому пространству Змеится речка Сура Сверкая своими струями на ярко сияющем солнце Там и сям работают крестьяне Плетется телега Бегают дети Красивый угол Но в то же время это и один из самых захудалых уголков Темного и бедного Пенежского края И уж, конечно, далеко не богата была в убогом селе хижина Псаломщика Ильи Сергеева Эта хижина сохранилась и теперь По ней можно видеть, среди какой глубокой бедности Протекло детство великого молитвенника земли русской И всего мира православного, дорогого батюшки И отца Иоанна В глухую осеннюю ночь на 19 октября 1829 года На далеком севере, на берегах реки Пенеги В селе Суре Архангельской губернии Пенежского уезда В пятистах верстах от Белого моря В бедной семье причетника Ильи Сергеева При самой скудной печальной обстановке Родился мальчик Хилый и на первый взгляд болезненный до такой степени Что родители, не надеясь сохранить его жизнь даже на несколько дней Решили в ту же ночь окрестить его Причем дали ему имя святого Иоанна Рыльского Память которого празднуется на следующий день Ни родителям, никому другому не могла прийти в голову в то время мысль Что этому хилому ребенку суждено окрепнуть телом и духом Окрепнуть и прогреметь впоследствии Не только по всему необъятному пространству русской земли Но и далеко-далеко за ее пределами После крестин день это дня Здоровье новорожденного стало заметно поправляться И родители, приписывая такую перемену ничему иному Как бесконечные благости проведения Проявившиеся через посредства святого таинства С ревностным благочестием принялись За воспитание подраставшего ребенка Когда Ваня стал подрастать Отец усердно водил его с собой в церковь к богослужению А мать, являясь достойной сотрудницей мужа в деле воспитания сына Непрестанно руководила его юною чуткой душой Направляла ее к несению легкого и благого Иго Христова Воспитывая в Ване благоговейное отношение к правилам и уставам святой церкви И уже здесь в эти годы будущий отец Иоанн Стал понимать и чувствовать то, что он называет душой богослужения Здесь именно в Ване стал складываться Будущий вдохновенный истолкователь православного богослужения Отец Иоанн В церкви писал он впоследствии в своем дневнике Все сладкие надежды и чаяния наши Мир наш, радость наша Вместе с очищением и освящением Тут так часто возвещается истина Будущее воскресения, победа смерти Кто любящий жизнь и возлюбит церковь всем сердцем Моя жизнь во Христе, том 2, 88-я страница В храме, говорит отец Иоанн в другом месте своего дневника Добрые, простые, верующие души, как в доме Отца Небесного Так им свободно тут и легко-легко Здесь предвкушают истинные христиане будущее царствие Уготованное им от сложения мира Будущее свобода от всякого греха и смерти Будущее покоя и блаженства И отец подстерегал каждое проявление детской религиозности И давал ему настоящее доброе направление Сам дорогой батюшка, отец Иоанн Вспоминает об этой духовной помощи ему со стороны отца Не образованного, но сильного верой в Бога Эта помощь подавалась, конечно, больше всего в форме книги, рассказу О чем читали, Ваня? О святом, божественном, о Христе Его деле и жизнь, о Богоматери, угодниках О том, как жили святые в пустынях, как спасались Терпели голод, нужду, царей не боялись Христа исповедали Как им птицы небесные корм носили И звери их слушались Как на том месте, где кровь их падала, цветы вырастали И образ Христа, всеведущего, вездесущего Бога С сладкой силой, втеснялся в его душу Наполняя ее чистым, благоговейным страхом Христос становился чем-то близким, родным Что такое была его мать, мы знаем достаточно из рассказов о ней Мы не будем повторять этих рассказов, которые теперь мудрено проверить Но из всех их, несомненно, одно Это была женщина простая и сильная, верующая простотой своей Религиозность без уступок и колебаний Вера в Бога без сомнений Властность матери Вот черты огромного величавого образа Перед которым нельзя не остановиться с благоговейным уважением Эта мать могла направлять сына А она хотела не только быть суровой, но и любить Болезненный Ваня часто мог видеть, особенно во время оспы Которая едва не свела его в могилу, свою мать в слезах перед иконой Бога Матери Он видел, как она молилась за него, научаясь сливаться с ней в глубокой проникновенной молитве Его мысли уже в это время всегда были в горе Около Бога и сил небесных Еще шести лет Ваня видел на его ангелов Однажды ночью, рассказывает близко к Асуяну и игумене Таисия Шестилетний Ваня увидел в комнате необычный свет Взглянув, он увидел среди света ангела в его небесной славе Младенец Иоанн, конечно, смутился от такого видения Ангел успокоил его, назвавшись его ангелом-хранителем Всегда стоящим окрест его в соблюдении, охранении и спасении от всякой опасности Зачастую у нас можно видеть, что родители забывают вложить в души детей Своих нравственные основы, вследствие чего сосорны детей Является открытое непочтение и грубое отношение к родителям Не то видим в нашем глубоко уважаемом пастыре С самого раннего детства он представлял собой идеал послушания, покорности и нежной сыновней любви В течение своей жизни в важных случаях он, несмотря на то, что сам был священником, учительом нравственности Постоянно обращался за советами к матери, хотя она была женщина безграмотная Следовательно, по понятиям многих из современных детей, не могла давать никаких советов Здесь будет вполне назидательно привести следующий факт Красноречиво свидетельствующий о том, как впоследствии глубоко укоренилось в сердце дорогого батюшки отца Иоанна Унаследованное им от матери уважение к уставам церкви Однажды в начале Великого Поста, от усиленных занятий, от простуды, а может быть от плохого и неправильного питания Отец Иоанн тяжко заболел Врачи объявили, что больной непременно умрет, если немедленно не прекратит есть постную пищу Питание являлось первым условием, а между тем больной не хотел принимать даже рыбы Вы умрете обязательно, если не станете есть мясо, говорят ему Хорошо, я согласен, но только спрошу сначала позволения своей матери А где ваша мать? В Архангельской губернии Напишите как можно скорее По просьбе отца Иоанна в тот же день послали письмо матери с просьбой выслать как можно скорее свое благословение сыну О разрешении принимать скоромную пищу во время поста Прошла неделя, другая Больному все хуже Наконец получается письмо от матери Посылаю благословение Но скоромной пищи вкушать Великим Постом не разрешаю ни в каком случае Отец Иоанн встретил ответ с полным равнодушием и даже, видимо, был доволен отказом Так неужели вы не станете есть мясного? Спрашивали его врачи Конечно, не стану Спокойно отвечал отец Иоанн Да ведь вы умрете Воля Божия Неужели вы думаете, что я променяю жизнь на благословение матери На заповеди Господа чти отца твоего и матерь твою? Несмотря, однако, на пророчество врачей Здоровье отца Иоанна не ухудшилось А скоро он и совсем выздоровел Родительница отца Иоанна неоднократно приезжала к нему И скончалась 8 июля 1871 года Она похоронена на городском Кронштадтском кладбище К ее могиле горожане относятся с большим уважением В 1880 году почитателями отца Иоанна над могилой его матери Сооружена прекрасная часовня Благодаря нравственному влиянию окружающих Иоанн рос молчаливым, сосредоточенным в самом себе мальчиком И только церковные богослужения с песнопениями и молитвами Восхищали душу кроткого отрока Живя близко с природою, он восхищался ею Каждая полевая былинка, каждая насекомая Побуждали в нем покорность и благоговение Перед величием Творца всяческих Эта внутренняя сосредоточенность Сохранилась в нем впоследствии и при иной среде И эта любовь к природе, покорность, благоговение Перед всемогуществом Божиим Отразилась и на всех его поучениях Так в одном месте он говорит Дивно всемогущество твое, Господи Как ты сказал вначале, так до ныне Каждый злак, каждое деревце и дерево Слушаются тебя С наступлением весны Лишь только будет достаточное количество теплоты Для развития растений У бездушной твоей твари Начинается дивная работа В скромной неизвестности недра земного Даже на стеблях и сущих дерев Без шума, без стуку Правильно, постепенно Вот они выходят на свет Божий Ни одна травушка, ни один листочек Ни одно деревцо не собьется с пути Не забудет данного ему образа, формы И смотрите, откуда что берется Травка на земле или листочек на дереве Развертывается, становится шире и шире Больше и больше И, наконец, голая земля Покрывается прекрасным разноцветным ковром Который манит и глаз, и обоняние А деревья Наряжается в лиственную густую одежду И покрывает свои члены Так все делается живописно Нарядно на нашей земле от этих растений И все это берется как будто из ничего По одному слову Господню Сказанному однажды навсегда Да и мы, братья, не из того же ли небытия Возникаем к бытию? Чем мы бываем вначале, в чреслах, отчих? Евреям 7.10 Не очевидно ли через это Творец Дает нам знать, что вначале Он привел Все из небытия в бытие? Братья, будем смотреть на растения и поучаться Как очевиден, осязателен Господь наш Наш Отец всемогущий в этих растениях Каждая травка, каждый листочек Каждый цветок как будто шепчет нам Тут Господь Рассматривайте, братья, премудрые устройства растений И познавайте в них Бога С шести лет Ваню стали учить грамоте Она не давалась ему Желая научить своего избранника Более уповать на просветительную благодать Божию Чем на слабые человеческие силы Господь сначала испытывал его слабыми успехами в учении Отец купил, пишет он в своем дневнике, для меня букварь Но туго давалась мне грамота И много скорбел я по поводу своей неразвитости и непонятливости Я не мог никак усвоить тождество между нашей речью и письмом Между звуком и буквою Да это в то время и не преподавалось такой ясностью, как теперь Нас всех учили ас, буки, веди Как будто ас само по себе Ас само по себе Мудрости этой понятия долго не мог И когда меня на десятом году повезли в Архангельское приходское училище Я с трудом разбирал по складам и то только по печатному Содержание отец получал, конечно, самое нестожное Жить было страшно трудно Я понимал уже тягостное положение своих родителей Поэтому темнота моя в учении явилась для меня особенно тяжким временем О значении учения для моего будущего я мало думал И скорбел только о том, что отец напрасно платит свои последние крохи С тревогой боязни за сына Сергею отослали своего Ваню в училище Они боялись, что он не справится с учебой И на первое время их боязнь оправдалась Не весело жилось Ване в чужом городе при крайней бедности Он рос и учился один, без друзей, без поддержки Погруженный в себя, в свои детские думы и планы Жизнь была не сладкая Кормили, конечно, скудно Но к этому Ваня привык Плохо было то, что не было ни книг, ни бумаги Вместе с другими, такими же бедняками, ходил я Рассказывает отец Иоанн Собирать бумагою по присутственным местам Помню, каким богачем я почувствовал себя Когда экзекутор консистории дал мне, кажется, чуть не две действия Больно мучила его совесть о родном доме, о нищете там И, кажется, в это время он научился с особенной болью чувствовать чужую нужду Болеть от чужой бедности, нищете В это время он больше всего грезил о том, что, когда вырастет Выведет и отца, и мать из нужды, и поможет всем В Ване развелась болезненная чуткость к страданию В частности, в его жизни эта бедность родителей мучила его особенно потому, что грамота ему не давалась Школьная мудрость оказалась для него еще труднее начальной учебы Ласковой помощи матери рядом не было Учители мало заботились о том, чтобы помочь ученикам И Ваня растерялся Дело школьное шло плохо Он работал целые дни и все-таки не успевал Что оставалось делать? Для религиозно настроенного отца Сергия был один исход, молитва И вот в воспоминаниях дорогого батюшки отца Иоанна мы находим описание следующего события Близко напоминающие рассказы о преподобном Сергии Ночью я любил вставать на молитву Все спят тихо Не страшно молиться И молился чаще всего я о том, что Бог дал свет разуму на утешение родителям И вот, как сейчас помню, однажды был уже вечер, все улеглись спать Не спалось только мне Я по-прежнему ничего не мог уразуметь из пройденного По-прежнему плохо читал, не понимал и не запоминал ничего из рассказанного Такая тоска на меня напала Я упал на колени и принялся горячо молиться Не знаю, долго ли пробыл я в таком положении Но вдруг Точно потрясло меня всего У меня точно завеса спала с глаз, как будто раскрылся ум в голове И мне ясно представился учитель того дня, его урок Я вспомнил даже о том, и что он говорил И легко, радостно стало на душе Никогда не спал я так спокойно, как в ту ночь Чуть засветлело, я вскочил с постели, схватил книги И, о счастье, читаю гораздо легче Понимаю все А то, что прочитал, не только все понял Но хоть сейчас и рассказать могу В классе мне сиделось уже не так, как раньше Все понимал И все оставалось в памяти Дал учитель задачу по арифметике Решил И похвалили меня даже Словом, в короткое время я подвинулся настолько Что перестал уже быть последним учеником Чем дальше, тем лучше И лучше успевал я в науках И к концу курса Одним из первых был переведен в семинарию Нечего и говорить, что религиозная настроенность Нисколько не ослабела у Вани в эти училищные годы Впечатления, вынесенные из семьи, были слишком сильны Знаешь ли, сказал он в беседе с игуменей Таисией Что прежде всего положило начало Моему обращению к Богу еще в детстве Согрело мое сердце любовью к нему Это святое Евангелие У родителей моего было Евангелие на славяно-русском языке Любил я читать эту чудную книгу Когда приезжал домой на вакационное время И слог ее, и простота речи Были доступны моему детскому разумению Я читал и услаждался ею И находил в этом чтении высокое и незаметное утешение Это Евангелие было со мной и в духовном училище Могу сказать, что Евангелие было спутником моего детства Моим наставником, руководителем, утешителем С которым я сроднился с ранних лет Одиночество в школе подняло и усилило Религиозно-молительную настроенность Вани Бог был единственным утешителем Как шла его дальнейшая ученическая жизнь Мы знаем мало Есть только несколько характерных, но случайных указаний Школа не убила в нем любви к природе Природа по-прежнему говорила с ним Как друг и как учитель О Боге, вечности и о правде Поэтично описывается в его воспоминаниях В путешествии на каникулы домой Идешь сотни верст пешком Сапоги на руках тащишь Потому вещь дорогая Приходилось идти горами, лесами Суровые сосны высоко поднимают встроенные вершины Жутко Бог чувствуется в природе Сосны кажутся длинной колоннадой огромного храма Небо чуть синеет, как огромный купол Теряется сознание действительности И хочется молиться И чужды все земные впечатления И так светло в глубине души И кажется с тобою в уединении Весь мир беседует в тишине На своем языке непонятном И годы, и веки Вторит свободно, торжественно Гимн свездесущему Богу Идешь и сны видишь То есть идешь, а мысль далеко-далеко С Богом у Бога Позднее, через несколько десятков лет Путешествия на пароходе на свою родину по реке Пенеги Отец Иоанн, подъезжая к Суре Именно к мысу, откуда открывается вид на его родное село Вспоминая свое детство, однажды сказал Когда я девятилетним ребенком шел пешком из Архангельского училища домой То на этом мысе, увидев родную Суру От радости со слезами на коленях Стал молиться Отец Иоанн семинария Семинария отец Иоанн был старшим над архиерейскими певчими Эта должность над самой некультурной, пьяной и распущенной в прежнее время частью бурсы Была опасна для Ивана Ильича Его спасла огромная любовь к матери и помощь Божия На самом повороте к жизни по образу и подобию певчих Он вдруг повернул в обратную сторону Окончательно лицом к Богу и воле Его Последние годы Сергий с горячей любовью занялся богословием Он торопится запастись знаниями Хотя еще не знает, куда придется ему приложить их Особенно часто останавливается его мысль на тайне искупления Домостроительство спасения В нем растет сознательное религиозное чувство В средней школе отец Иоанн, окончил он семинарию первым Простился следующей речью, заранее изготовленной Следовательно, не такой характерной и живой, как его позднейшие проповеди Но дорогой для нас, как первое его слово «Преосвященнейший владыка и вы достопочтеннейшие посетители» Так начал свою речь отец Иоанн Немного бывает для нас таких дней, каков нынешний, когда для поощрения образующегося здесь духовного юношества сделано все, что только может действовать особенным и приятным образом на молодой ум и сердце юноши Возбуждать, поддерживать и усиливать в нем стремление ко всему доброму и полезному Вызванные сюда от скромной безмонной жизни ученика Мы считаем для себя счастливыми и драгоценными те часы, которые столь несоответственно нашему прежнему состоянию Так ярко, разнообразно украсили вы ныне это важное для нас поприще испытания Редки в нашей жизни дни столь торжественные для нас Но чем они реже, тем более увеличивают силу впечатлений на наши умы и сердца Тем сильнее пробуждает в нас сознание собственного благополучия Тем более возбуждает в нас чувство живейшей признательности к виновникам этого торжества Нет нужды говорить, что ваше присутствие здесь, ваше внимание к нам Составляют теперь нашу радость, наше удовольствие и наше торжество Но при этих столь отрадных для сердца чувствованиях нас тревожит одна мысль Что плоды образования нами полученного, может быть, далеко не соответствуют вашим ожиданиям Даже, может быть, кажутся очень скудными, маловознаграждающими труды и заботы попечительного начальства Вполне предоставляя вашему суду наши успехи на поприще образования Мы утешаемся, с одной стороны, той мыслью, что ваша глубокая опытность Не будет судить об нас по сравнению с собою Нужно было только нам самим действовать в ваших трудах для полного успеха в деле Ваши заботы, ваши старания о доставлении нам полезных сведений Были очевидны для всякого из нас Сколько сокровищ учености раскрыто было перед нами, чтобы каждый брал из них, что хотел для обогащения своего ума Как при наставлении вы старались доставить речи своей разнообразия и приятность Чтобы истины вами сообщаемые легче и удобнее были воспринимаемы умом и сердцем Мы ощущали в сердце сладость ваших наставлений и старались запечатлеть их в памяти Чтобы потом в свое время употребить их в пользу и для себя и для других Но всего более вы заботились, как добрые отцы, о сохранении между нами доброй нравственности Для чего, с одной стороны, отнимаема была возможность для совершения пороков, могущих закрасться в душу извне С другой, постоянно внушаема была необходимость чистоты жизни, как самого верного и надежного средства Быть счастливыми во всяком состоянии и возрасте И мы убедились, как всегда, опасен порок и как надежный и драгоценный добродетель После таких деятельных забот о нас, попечительного начальства Остается только при умении пользоваться полученным образованием Быть довольными и счастливыми в жизни тем из нас, которые уже совершили теперь трудное поприще просвещения И оканчивает курс семинарских наук Сколько раз мы будем обязаны вам некогда самыми драгоценными минутами счастья и восторгов При познании тех благ, какие я доставала, и будет доставлять нам просвещение науки Науки, говорит Цесарон, составляет утешение и счастье наше во всех состояниях и возрастах Да, многократные опыты подтверждают эту истину Но что всего приятнее и драгоценнее для нас в науках Это мысль, что они всегда составят нашу неотъемлемую собственность Что они достались нам вследствие долговременных, усиленных трудов А что добыто трудами, то всегда приятно и сладко Для исполнения с нашей стороны долга справедливости в отношении к вам Для засвидетельствования вам глубочайшей благодарности за ваше благодеяние У нас есть только сердце и язык Примите же, хотя этот плод сердечный, к вам признательности Вы сами знаете, что воспитанники не могут воздать другой благодарности Как любящие отцы, вы считаете себя довольными, если ваши труды воспитания не остались напрасными Но принесли хоть сколько-нибудь плода Благослови, преосвященнейший владыка питомца Который по силам старался выполнить священный долг справедливости в отношении к благодетелям И архипастерским благословением запечатлей И освети конец образования двадцати двух человек Отец Иоанн в своей последующей жизни был одним из благодарнейших учеников По отношению к воспитавшей его духовной школе Когда его слава достигла своего высшего развития Когда ему приходилось ездить по многим городам богоспасаемой России Великий молитвник охотно принимал приглашения и от семинарских начальств Приходил в семинарии, говорил в сердечно-трогательное и задушевное наставление Собравшимся и окружавшим его толпой семинаристам Молился с ними и, преподав благословение, отбывалось семинарии Оставляя в сердцах семинаристов неизгладимую память о своем посещении Здесь мы не можем удержаться от того, чтобы не коснуться Несколько плачевного состояния наших семинарий Старинная семинария, конечно, отличалась значительными недостатками По сравнению с позднейшей семинарией Но из старинной семинарии вышли наши выдающиеся иерархи Из нее же вышел и знаменитый кронштадтский светильник Наоборот, в семинариях позднейшего, ближайшего к нам времени Наблюдались забастовки, стрельба из револьверов в семинарское начальство Подпольное чтение революционных брошюр, прокламации, кощунственные выходки против религии и так далее Дальше этого, кажется, нельзя идти Но к уврачеванию этого зла почти ничего не делается Главное зло — бюрократический дух, подобно злокачественной язве, разъедающей сердцевину нашего семинарского образования Неспособность чертучной чиновничьей бюрократии поддержать разваливающиеся семинарии Ярко сказались в вышеуказанных печальных явлениях семинарской жизни Забастовках, револьверах, увлечении семинаристов революционной литературой и так далее Ввиду таковой неспособности была создана особая комиссия для рассуждения касательно улучшения семинарий Но эта комиссия много поглотила денег, а только ВОЗ и ныне там Ничего серьезного она не сделала для улучшения семинарской жизни В некоторых семинариях прекращен такой обычай, как посвящение в стихарь учеников шестого класса Когда мы справлялись о причине такого прекращения, нам отвечали Да вот как-то преосвященный стал посвящать в стихарь, один семинарист засмеялся Волыка взял да и перестал посвящать Конечно, плох тот семинарист, который смеялся, когда его посвящают в стихарь Но ведь имеется же семинариста религиозно настроенной и с благоговением относящийся к всему священодействию Если оказались один или два негодяя, то достаточно их уволить из семинария и только Почему же из-за одного негодного ученика страдать остальным? Наконец, разве преосвященный не может заблаговременно перед посвящением в стихарь сделать подобающее наставление семинаристам, как им вести себя при посвящении? Неужели дело о посвящении в стихарь должно сводиться к одной архиерейской резолюции? Представить к посвящению на рапорте семинарского ректора И обряду посвящения без нарочитых предшествующих посвящаемым и последующих посвященным личных наставлений от архиерея Да, велик упадок религиозного духа в семинариях Но его надо наврачивать совсем не тем лекарством, какое прописывает чиновная бюрократия Не членами учебного комитета, светскими людьми, ненавидящими ученых монахов, ректоров и инспекторов И не способными к оздоровлению семинарской жизни Не через сюртучников-ревизоров, поглощающих массу подъемных и прогонных денег через свои ревизии А в результате лишь толкущих воду в ступе У врачевания семинарского зла вещь очень простая и заключается в двух словах Вера в Бога и любовь к церкви Когда это есть налицо у семинарского начальства и у воспитанников То все остальное само собой приложится А когда нет, никакие ревизоры и члены учебного комитета не помогут Дорогой батюшка-отец Иоанн Кронштадтский, бывало, приедет в семинарию Скажет несколько прочувствованных простых слов Помолится две-три минуты А подъем духа получался у семинаристов громадный Часто на всю жизнь Такой подъем, какой едва ли могли бы произвести в семинаре все ревизоры и чиновники, взятые вместе Пусть же хоть теперь семинаристы, семинарские педагоги и все те, кому ведать это дело надлежит Часто с усердной молитвой вспоминает дивный благодатный облик великого пастыря земли русской Пусть осуществляют его заветы в своей жизни И молитвами дорогого батюшки-отца Иоанна Их труд не будет бесполезен перед Господом 1 Коринфян 15.58 В Академии 1851-55 года Иван Ильич Сергеев в Академии провел 4 года И окончил в ней курс в 1855 году Чтобы облегчить тяжкую сиротскую долю матери, овдовевшей в годы его студенчества Он, оставаясь студентом, берет на себя труд письмоводства в канцелярии Академии Все свое жалование 10 рублей в месяц отсылает матери Я получал 10 рублей за письмоводство в Академии И считался богачем С улыбкой рассказывал отец Иоанн впоследствии, вспоминая студенческие годы своей жизни О студенческих годах дорогого батюшки отца Иоанна Товарищ его по Академии протеерей Георгиевский сообщал следующее Отец Иоанн был моим близким другом в течение всей академической жизни Мы с ним сидели рядом, его аудитория и в занятой комнате Отец Иоанн, будучи студентом, отличался необыкновенной тихостью и смиренным характером Отец Иоанн отличался редкой набожностью После обычной вечерней молитвы все мои студенты ложились спать А он еще долго, стоя на коленях, молился перед иконой у своей кровати Будучи не привязаны к внешней жизни, мы с отцом Иоанном в течение всего академического курса Ни одного раза не были ни на одной вечеринке, ни в одном театре А все время проводили в чтении книг, нужных для сочинений С внешней стороны Отец Иоанн был студентом академии, как и прочие студенты Но с внутренней он был в осях Божьих избранником Божиим Человеком, которому суждено было идти особым путем жизни Поэтому проведение Божие поставило его в академии в особо благоприятные условия Письмоводительское место дало ему, кроме жалования, еще уединение Письмоводитель пользовался особой своей комнатой, благом которого были лишены остальные студенты Эта письмоводительская комната была местом первых молитвенных подвижнических трудов Великого праведника отца Иоанна Уединенная комната длинные ночи поддерживали и воспитали тот дух молитвенного деятеля Задатки которого даны были всеми предшествующими годами семейной и школьной жизни Здесь один на один Иван Ильич Сергеев переживал первые восторги общения с Богом и над мирными обителями Четыре года студенчества он провел в молитве и чтении Еще ранее поступление в письмоводители Он на первый заработок от переписки чего-то профессорского сочинения купил толкование Златоуста на Матфея И радовался покупке, как сокровищу из сокровищ Особенно любил я, рассказывает сам дорогой батюшка Отец Иоанн, читать Библию и толкование Златоуста на Евангелие За этим чтением Иван Ильич проводил длинные зимние часы Иногда глубокая мысль Иоанна Златоуста до такой степени охватывала его своей возвышенной красотою Что он плакал в порыве духовного восторга и рукоплескал Златоустому Витию Как рукоплескали Иоанну Златоусту когда-то его антиохийские цареградские слушатели Целые дни, недели и месяцы проходили в этом чтении На Златоусте и Библии воспитывалась душа пастыря доброго Одна из глубоких почитателей дорогого батюшки рассказывает следующее Дорогой батюшка спросил меня А ты читаешь духовные книги? На столе у меня лежал том Златоуста На мой ответ, что я прямо зачитываю с Златоустом Батюшка так и просиял весь и весело сказал Лучше этого ничего и желать нельзя Взял книгу, раскрыл и в трех местах поцеловал ее На мое заявление, что у Златоуста много общего с батюшкой Он отвечал Это мой самый любимый учитель Действительно Я его вполне разделяю и из него черпаю Точно так же в одной из других бесед своих С Сею Христолюбивою, своей почитательницей Дорогой батюшка стал хвалить Златоуста И сказал, что ничто не может быть лучше его объяснений Евангелия от Матфея и от Иоанна О чем думал? Чем жил в это время избранник Божий отец Иоанн Кронштадтский? У нас нет его дневников Но воспоминания товарищей позволяют составить Довольно полное представление о данном вопросе Нередко можно было видеть Ивана Ильича У камелька второго этажа Наверху, недалеко от теперешней церкви Именно рядом с Пономарской Был один из студенческих номеров И вот здесь, около горящей печки Любил греться Иван Ильич Сергеев Часто к нему присаживался кто-нибудь из обитателей номера И начиналась беседа О чем велась эта беседа? Конечно, обо всем Но некоторые темы, по-видимому, преобладали Чаще всего Сергеев беседовал со мной о смирении Пишет протоиерей Вот тема, характерная для Сергеева Таким образом, и в это время Больше всего занимает его заповедь о всепрощении Любви побеждающей Он много думает об этой первой христианской добродетели И мало-помалу приходит к убеждению Что здесь сила и центр христианства Что все побеждает смиренная любовь Что к Богу и торжеству его правды ведет один путь Этой же любви смиренной Смирение Что может ему противиться? Какая злоба его победить? Какая сила пойдет против него? Когда становишься перед преградой легкой И задашь себе вопрос Как сломить ее силой или смиренной любовью? Всегда отвечай себе Возьму смиренной любовью И победишь Еще чаще, чем у огня Можно было видеть Ивана Сергеева в саду Любил он ходить по аллеям Академического сада и думать Сад напоминал ему Его любимые архангельские леса Он не скрывает от нас В области каких вопросов Двигалась его дума Больше всего он думал о темноте Паутине зла Которая окутала мир О жертве, принесенной на Голгофе О тех темных и несчастных народах Которые доселе еще сидят во тьме И сене смертной И ему было до слез Жалко этих людей Не коснувшихся ризы Христовой Он рвался туда, к ним Проповедовать о Христе Звать темных людей В светлое Христово Царство Одно время твердо сложилось У Сергиевой решение Идти вглубь Северной Сибири И Америки К неведущим Христа Постричься в монашество И поступить в миссионеры Но мало-помалу С этим решением Вступили в борьбу новые мысли Сергиев не мог не заметить Что рядом с ним Не менее язычество, чем в Африке Он видел, что дикари Петербурга Знают Христа не больше Чем дикари какой-нибудь Патагонии Он видел о начинающейся Среди культурных классов Искание Бога Видел, как потерявший Бога Культурный человек С ужасом бегал по улицам города И искал Бога, крича в смятении и ужасе Бога я ищу, Бога Мы убили Его Не блуждаем ли мы в бесконечном ничто Не стало ли холоднее Не наступает ли ночь Где наш Бог Мы убили Бога Бога живого человека И вот руки наши в крови Бога И нечего поставить на место Его Ивану Ильичу стало казаться Что лучше остаться здесь Среди этих городских язычников Из христиан Иван Сергеев искал успокоения в молитве И нашел Если верить авторитетному биографу В это время повторилось его детское видение Но в более ясной форме Однажды рассказывает его биограф Отец Ян после одной из своих прогулок Увидел себя во сне священником Служащим в каком-то неизвестном ему соборе В Кронштадте Сергеев увидел в этом сне указание Божие На то, что ему нужно быть священником Скоро кончился четвертый год его студенчества И на одной вечеринке Отец Сергеев почти никогда на них не бывал Иван Ильич встретился с дочерью Протоиерея Несвицкого из Кронштадта Елизавета Константиновна Науками открыл ты мне все богатство веры, природы и разума человеческого Уведал я слово твое, слово любви, проходящее до разделения души и духа нашего Изучил законы ума человеческого и его любомудрия, строения и красоту речи Проник отчасти в тайны природы, в законы ее В бездны мироздания и законы мирообращения Зная населенность земного шара Сведал о народах отдельных, о лицах знаменитых, о делах их, прошедших своею чередою в мире Отчасти познал великую науку самопознания и приближения к тебе Словом, многое узнал я, так что вящая разума человеческого показана мне суть Слава тебе, Господи, не хочу узнать больше Дух мой жаждет знания Сердце мое не удовлетворяется, не сыто Учусь и буду учиться 12 декабря 1855 года отец Иоанн был рукоположен предсвященным Христофором, ректором Академии, восвященника Когда после этого он вступил впервые в Кронштадтский собор То остановился на пороге почти в ужасе Это был собор его детских видений О которых он вдруг вспомнил теперь с поразительной ясностью Первые дни пастырской деятельности в Кронштадте Отец Иоанн был великий избранник Божий А посему все в его жизни, даже мелкое и незначительное С нашей ограниченной точки зрения Было запечатлено печатью особого, близкого, благопромыслительного содействия Божия Дорогой батюшка, был предназначен Господом Богом для того, чтобы Соделаться духовной крепостью Защитой православия от различных иноверных заблуждений и сект Был тихой пристани для обуреваемых волнами житейского моря Быть светоносным маяком, указующим путь Царствия Небесное А посему и проходить пастырское служение от начала до конца жизни Ему пришлось в приморском городе Кронштадте Где есть крепость, пристань и маяк Кронштадт есть град, ограждающий столицу А с ней всю Россию с северо-западной морской стороны И это-то место, напоминающее собой о постоянной страже против врагов России Стало плотом, твердынею, тихой пристани для душ Обуреваемых и волнуемых разнородными страстями в житейском море Эта крепость всероссийская, этот град, ограждение вдвойне славен и досточтим стал с тех пор Как созрел в нем подвижник веры и благочестия Начавший служение своей любовью к ближним Не только к обычным прихожанам, но и к отбросам общества К лицам бездомным, отчужденным, обездоленным К людям презренным И об них он всегда думал и молился Ведь и они, братья наши И за них Христос пролил кровь свою И в них есть душа И им присуще покаяние И они нуждались и всегда нуждаются в теплоте сердца христианского И в свете слова сочувственного Таких-то измлада и возлюбил великий праведник отец Иоанн За подобную любовь к таким отверженцам общества Во время она он был предметом глумления Но зло окружающее и смрадность житейская Не прирозились к чистой душе пастыря доброго И неудивительно Солнце своим светом и теплотой проникает в грязные смрадные места Но само от них не омрачается и не охлаждается Одним словом, не теряет своего света и яркости Так было и с отцом Иоанном Господь зрит сердце человека И Господь познал сущих своих И вот он, премилосердный и правосудный Возвеличил милость свою над отцом Иоанном Строгим стражем своей души Благоснисходительным отцом духовным и врачом Недугающих, слабых, падающих, покаявшихся И не отвергавших его призыва и помощи благовременной Промысл Божий судил дорогому пастырю Жить вблизи Петербурга Но не в самой шумной столице А на острове, окруженном морем А отделенном от столицы Несколько десятков верст Это было устроено Богом для того Чтобы тысячи людей, приезжавших в Кронштадт За благодатным утешением к дорогому пастырю Получая сие утешение, возвращаясь обратно Не сразу бы погружались в омут житейского водоворота И не воспроизводили бы притчу о семени, посеянном при дороге А наоборот Имели бы возможность, пользуясь хотя бы небольшим промежутком времени Путешествия от Кронштадта до Петербурга Укрепиться и утвердиться в вынесенных из Кронштадта Неземных духовных впечатлениях И уподобиться семени, посеянному на доброй земле И приносящему плод старицы во время свое Особенно морское путешествие из Кронштадта до Петербурга Прекрасно сосредотачивало душу паломника Помогая крепкому запечатлению в сердце Благодатного зерна, полученного в Кронштадте Широкий морской простор Чистый воздух Белые чайки, летающие над гребнями морских волн Синеющие на горизонте лесистые берега Финляндии Равномерный ритмичный стук пароходных колес Уносивших путника от незабвенного Кронштадта Постепенно исчезавшего на горизонте Все это невольно навевало сны волшебные Уносило в край заколдованный Жалко, грустно было покидать Кронштадт И невольно зарождалась мысль При удобном случае повторить это паломничество вторично С глубоким благоговением начал отец Иоанн свою пастырскую службу При совершении первого своего священнослужения Дорогой батюшка обратился к народу с таким назиданием Сознаю высоту священнического сана И соединенных с ним обязанностей Чувствую свою немощь и недостоинство К прохождению высочайшего на земле Служения священнического Но уповаю на благодать и милость Божию Немощное врачующую и оскудевающее восполняющую Знаю, что может сделать меня более или менее достойным Этого сана и способным проходить это звание Это любовь ко Христу и к вам, возлюбленные братья мои Потому-то и Господь, восстановляя отрекшегося ученика В звании апостола Троекратно опросил его Любишь ли меня? И после каждого ответа его Люблю тебя Повторял ему Паси овец моих Паси агнцев моих Любовь – великая сила Она и немощного делает сильным И малого великим И незначительного достопочтенным И прежде незнакомого и чуждого Делает скоро близким И знаемым И любезным Таково свойство любви чистой и евангельской Да даст и мне любвеобильный ко всем Господь искру этой любви Да воспламенит ее во мне духом своим святым В самых первых дней своего священнослужения Молодой кронштадский батюшка проявил особенную любовь к церковной проповеди К частому совершению богослужения К широкой и любвеобильной помощи бедным Он с величайшей охотой совершал церковные службы за других священников Во всякое время без отговорок шел с духовными требами к кронштадтским беднякам Вносил свет, радость и духовные утешения в их бедные жилища Оставался нередко надолго среди них Беседовал с ними, утешая и согревая своей любовью Часто бывали семьи настолько пораженные несчетой болезнями Что некому было сходить за хлебом Не на что пригласить врача Купить необходимое лекарство Великий подвижник отец Иоанн сам приносил им хлеб Врач духовный на свои средства приглашал к больным врачей телесных Сам покупал для них и давал им лекарства Кронштадт в то время был городом бедным Лет 40-50 тому назад Сюда высылались из столицы все бедняки и неимевшие пристанища Среди них бывали, впрочем, нередко люди недостойные Но гораздо больше было людей истинно несчастных В полном смысле слова горемычных Которые нуждались в самом искреннем сожалении и участии Каждый выход отца Иоанна из церкви после обедни Собирал длинные ряды ожидавших подаяния И никто не возвращался отсюда с пустыми руками Эти-то бедняки и страдальцы, которым он был так близок Все эти страждущие, обремененные всякого рода несчастьями и горем Получая от него духовную и материальную помощь Вынесли его на своих плечах из тьмы осуждения и клеветы недоброжелателей И вознесли его на ту высоту заслуженной и выстраданной славы Которая и теперь окружает его имя А страданий этих было у отца Иоанна Ах, как много! Вся его жизнь была так необычна, так поразительна Что против него ополчились и стали его осуждать те Кто в его достойном пастырствовании Мог видеть красноречивое осуждение собственного нерадения Его стали называть юродивым, над ним смеялись Его поносили На него клеветали А укоры и упреки встречали его даже дома Много было этих горьких минут внутренней тяжелой борьбы Но не пал духом вдохновенный пастырь Это истинно христианское бескорыстие Дорогого батюшки отца Иоанна Забота о бедных и нуждающихся Весьма часто ставили его самого в очень трудное положение Отдавая все до последней обуви Он обрекал на крайнюю нужду себя и жену свою Но был неизменен Я священник, говорил отец Иоанн Чего уж тут Значит и говорить нечего Не себе, а другим принадлежу Молодая жена его Елизавета Константиновна Как бы по обету Превратилась в первое время, правда, не без ропота В сестру милосердия, своему супругу В его высоком служении близнему Во все эти годы они виделись Чуть ли не на несколько минут в день Когда отец Иоанн появлялся дома поздно, вечером или рано утром Счастливых семей Лиза и без нас довольно Говорил он обычно А мы с тобой посвятим себя на служение Богу Кронштадт того времени, когда вошел в него отец Иоанн Был особенный город В шестидесятых годах Кронштадт служил местом высылки Административным порядком порочных Неправоспособных В силу своей порочности граждан Преимущественно мещаные Разного сброда Эти люди носили наименование посадских В описываемое нами время городские жители Много терпели от них Ночью не всегда безопасно было Пройти по улицам города Рискуя подвергнуться нападению и грабежу Для отца Иоанна, значит, было поле деятельности Своеобразное, требовавшее особого человека Конечно, можно было просто не обращать внимание на всех этих посадских Как на своего рода отбросы Но этого не мог сделать добрый пастырь отец Иоанн На отбросы-то он прежде всего и обратил свое внимание Жили посадские большую частью в самых глухих улицах В землянках Страшные это были уголки Здесь темнота Грязь Грех Здесь семилетний Развратен и вор На чердаки никогда не поднимался даже праздничный крест Сюда ни один священник не приходил с молебнами Святая Христово Воскресение И вот в это темное царство Врывается луч какого-то другого, нового мира Священник Бога Живого Великий праведник отец Иоанн Открыл чердаки Именно открыл точно какую-то новую землю Он не боится запаскать вся чужую грязь Нет Он любит Нужно, думает он, любить всякого человека И в грехе его И в позоре его Люби всякого человека, несмотря на его грехопадение Грехи грехами А основа-то в человеке одна Образ Божий Другие со слабостями, бросающимися в глаза Злобны, завистливы, скупы, стребролюбивы, жадны Да и ты не без зла Может быть даже в тебе его больше, чем в других По крайней мере в отношении грехов люди равны Все сказанно согрешили и лишены славы Божией Все повинны перед Богом Все равно нуждаемся в Божьем к нам милосердии Потому, любя друг друга, надо терпеть друг друга Оставлять Прощать другим их погрешности против нас Чтобы и Отец наш Небесный простил нам согрешения наши Нужно чтить и любить И это не его несчастье, болезнь, мечта бесовская Но существо его, образ Божий Все-таки в нем остается Злые люди, больные люди А больных нужно жалеть больше, чем здоровых И вот Отец Иоанн приходит в лачуги и землянки Не с требой на десять минут А к душе христианской К брату погибающему Он остается здесь часами Беседует Вместе плачет Первое впечатление, какое он производит Это, пожалуй, чувство стесненности Помехи Хочется отделаться Встречает его первые дни и месяцы грубостями Но у дорогого батюшки есть давно испытанное средство Это дети Помните, как действовал святой Леонтий Ростовский Когда его выгнали взрослый Он обратился к детям Действовал на их сердце и разум И потом через детей Приводил к Богу отцов и матерей Приблизительно так же действовал часто Отец Иоанн Он не хотел действовать через детей Делая их средством Нет Дети просто сблизили душу родителей Грубую, но любящую по отношению к ним Детям И душу пастыря Полного любви к детям и к их родителям Отец Иоанн ласкает детей И они доверчиво жмутся к батюшке А за детьми Потянулись и родители В сущности эти дикари Трущок часто тоже дети На ласке они рады откликнуться Только не сразу Мне было тогда еще готов 22-23 Рассказывать в письме один ремесленник Теперь я старик А помню хорошо, как видел в первый раз батюшку У меня была семья, двое ребятишек Старшему года три Рано я женился Работал и пьянствовал Семья голодала Жена потихоньку по миру сбирала Жили в дрянной конужке В конце города Прихожу раз Не очень пьяный Вижу какой-то молодой батюшка Сидит и на руках сынишку держит И что-то ему говорит ласково И ребенок серьезно слушает Может быть грех Но мне все кажется Батюшка был как Христос на картинке Благословения детей Я было ругаться хотел Вот мол, шляются Да глаза батюшки и ласковые И серьезные в одно время Меня и остановили Стыдно стало Опустил я глаза Он смотрит Прямо в душу смотрит Начал говорить Не смею я передать все Что он говорил Говорил про то, что у меня в коморке рай Потому что где дети Там всегда и тепло, и хорошо И о том, что не нужно этот рай Менять на чад кабацкий Не винил он меня, нет Все оправдывал Только мне было не до оправдания Ушел он Я сижу и молчу Не плачу, хотя на душе так Как перед слезами Жена смотрит И вот с тех пор Я человеком стал Не сразу, конечно, подались Отцу и Анну босики Сначала они могли Видеть в беседах батюшки Каприз, что-то вроде развлечения От нечего делать Но скоро эти подозрения Разбились Бескорыстие великого праведника Отца и Анна Показало С кем они имеют дело Кронштадтские жители Часто видели своего пастыря Возвращающегося босым Не один раз прихожане Андрейского собора Приносили матушке сапоги Говоря Возьми Вот А то твой-то отдал Их босой придет Мы купили Не ходи же ему так Это бескорыстие Божьего человека И привлекло К отцу и Анну Первых его учеников Босики стали его искать Каждый день Рано поутру После обедни Отец и Анна Выходя из церкви Был окружен кучкой бедняков Обращающихся с просьбами О помощи В различных нуждах Преимущественно материальных Одному нужно было платье Другому несколько копеек На пропитание У третьего сапоги Отказывались служить Отец и Анна Терпеливо выслушивал Каждого расспрашивал О семье Детях Невольно Пишет один биограф Представляется глазам Добрая Одухотворенная фигура Его в ясном Насквозь Пронизывающим Зором Устремленным На посетителя Не обманываешь ли ты Меня О Христе Брат С теплой любовью Но строгим тоном Спрашивает Отец и Анна Денег у меня немного А видишь Скольким помощь Нужна Спроситель начинает Уверять В правдивости Своих слов И кончается тем Что отец и Анна По силе возможности Наделяет его Деньгами Или же сам Отправляется На местный рынок И там покупает Платье Сапоги Наконец Пищу Словом Смотря по тому Что всего более Необходимо для Просителя В данный момент Бывали конечно И случаи Обмана Раздавал отец и Анна До тех пор Пока от его Жаловни и доходов Не оставалось Ни копейки Даже на обед В доме Другой на месте Оса и Анна Конечно удовлетворился Б материальной И духовной Помощью Какую мог оказать Без ущерба Для себя Отец и Ан Не мог Он знал Что многие Голодные И не хотят Просить А к духовно Гибнущим Нужно подойти И в то время Как нищие И духом И телом Стали искать Его Он и сам По-прежнему Продолжал Поиски Нуждающихся И обремененных Ворем И грехами Трогателен Его обычай Заходить На огонек Отец и Ан И впоследствии Имел привычку Вечером От 11 До 12 Часов Иногда Ходить По улицам Кронштадта Он просил Себя Не беспокоить В это время Он молится То же Конечно Было И в первые Годы Пастырства Но вот После этой Молитвы На пути Домой Он веет Огонек В какой-нибудь Избе Огонек Не спят Может быть Какое горе И отец и Ан Заходит Беседует Плачет С плачущими И радуется С радующимися В душе Многих Впервые Затеплился Огонек После этого Посещение По огоньку Приходит Отец и Ан В бедную Семью Рассказывает Зыбин Видит Что некому Сходить Даже за Съясными Припасами Потому что Из одного Угла Доносятся Болезненные Стоны Больной Матери Семей То есть Другого Несмолкаемый Плач Полуголодных Иззявших Больных Ребятишек Отец и Ан Сам Отправляется В лавочку Чтобы купить Провизию В аптеку За лекарством Или приводит Доктора Словом Окружает Несчастную Семью Чисто Родственными Попечениями Никогда Разумеется Не забывая И о Материальной Помощи Оставляя там Последние Свои копейки Которых Слишком мало В то время Имел Еще и сам Уходил он Оттуда Постоянно Радостный Умиленный С твердой Верой В милосердие Божие Надеясь Что Господь Пошлет ему Средства Для дальнейших Благодеяний Помня Слово Священного Писания Рука Дающего Не Оскудеет Больше Всего Дорогой Батюшка Отец Сиан Помогал Своим Духовным Чадом Хлопотами Он Не давал Бывало Покоя Властям Пока Они Не принимали На службу Какого Нибудь Из его Несчастных И Конечно Добивался Своего Чистую Библейскую Сцену Отношения Отца Иоанна К его Первой Пастве Рисует Один Кронштадтский Обыватель Летом Отец Иоанн Любил Беседовать За городом Придет Туда На лужайку Своими Детьми Сядет Сядет На зеленую Траву И Начнет Свою Речь О Боге О Сыне Его О любви И Милости Около ног Его Дети Он Обнимает Целует Один Поднялся К нему На колени Взрослые Кто Стоит Кто Сидит Так Шли Дни И Вот Посадские Решили Сразу Что Это Святой А Святому На Руси Всегда Открыты Все Души Все Тайные Помышления И Отец Иоанн Стал Своим В домах Этих Бедняков Уже По зову По Просьбе Бедняки Стали Приглашать Его На Перерыв Ища Уже Ни Одной Только Денежной Помощи Отец Иоанн Никогда Не Отказывал На Эти Просьбы О Посещении Удовлетворял Нуждающихся В нем Приходил Просиживал Довольно Продолжительное Время Наставляя Христианскому Учению И В конце Концов Не Гнушался Вкусить Скудные Трапезы Бедняка Памят Слова Апостола Предлагаемые Ешьте Нечего И Говорить Что Спускаясь В землянки Посадских Отец Иоанн Не Проходил И Мимо Страдающих Душ Из Других Слоев Вот Рассказ Одного Кронштадтского Торговца Будучи еще Молодым Человеком Я лишился Жены Оставившей На моих Руках Малолетнего Сына Я Сильно Скорбел Порой Доходил Даже До Уныния Не Только Потеря Горячой Любимой Подруги Мучила Меня Едва Ли Не Больше Я Мучился Мыслью О Дальнейшей Моей Судьбе Я Чувствовал Сознавал Что Не Способен Воспитать Своего Шестилетнего Сына Который Как и надо Ожидать Без присмотра Материнского Предоставленный Самому Себе Стал Шалить И Баловаться По Торговле Пошли Убытки И Упущения Я Стал Считать Ее Бесцельною Для Кого И Для Чего Думал Я Торговать Сынишка Так Еще Мал Да И Что Еще Из Него Выйдет Полное Разочарование Жизнь Стало Одолевать Вне Дома В Вене И Замедленно Самого Себя Стал Пьяницей Время Шло Сынишка Рос На Своей Волюшке Торговлей Я Пошли Совсем Не Занимался Оставил Лавку На Приказчиков И Только Выжидал Случа Совершенно Покончить С Нею Однажды Иду Я Утром По Улице И Вижу На Встречу Идет Отец Иоанн Должно Быть Прямо Из Собора От Обедни Повстречался Со мной Благословил Меня Да И Говорит Я К Тебе Брат Иду Надо Бы С Тобой Побеседовать Немножко Пришли Мы В Квартиру Мою Батюшка Сел Да И Говорит Жаль Мне Тебя Раб Божий Я Давно Наблюдаю За Тобою Думал Не Образумишься Ли Ты И Решил Наконец Прийти К Тебе На Помощь Послушай Меня Сбрось Себя Хандру Это Враг Силится Уловить Тебя Если Не Справишься Смотри Худо Будет Перестань Пить Не Отлучайся Из Дома Без Особенной Надобности Торговлю Бросать Не Думай А Займись Ею Сам Помни Что Ты Не Один У Тебя Сынишка Не Губи Его И Себя Учить Его Пора Учи Грамоте Бери С собой В Лавку Приучай Понемногу К делу И Тебе Повеселее Будет Да И Он С Божьей Помощью Приучится К делу Человеком Будет Тебе Помощником А Подстарость Кормилицем Твоим Утешением Твоим Слышишь С Сегодняшнего Дня Начинай Довольно По улицам Бродить Тебе Без Дела Человеком Ты Был Человеком И Оставайся С Этими Словами Батюшка Встал На Дело Петрахиль И Говорит Ну Вот На Почин Дело Помолиться Надо Помолимся По усердней Господу Богу Чтобы Он Сам Помог Нам Раскаяться Да В разум Истины Прийти И Стал Он На Молитву Со Слезами Он Молился За Меня Грешного Потом Благословил Нас Сыном Обещал Навещать И Молиться За Нас И Ушел Словно Проснулся Я От Долгого Тяжелого Сна И Квартирка Та Наша Стала Милее Для Меня Со Слезами Раскаяния Я Обнял Своего Сына Только Тут Я Почувствовал Как Виноват Перед Ним Ведь Чуть Было Совсем Не Сгубил Его С Благословения Батюшки Принялся За Дело Батюшка Действительно Навещал Меня Ласкал Наставлял Сыночка Дело По Торговле За Год Поправилось Я Стал Снова Человеком По Молитвам Дорогого Батюшки Я Говорил Отец Сыяна Этому Торговцу Давно Наблюдаю За Тобою Но А Сыяну Не Нужно Было И Долго Наблюдать Эта Чуткая Полная Любовная Отзывчивость И Душа Сразу Замечала Кому Нужна Поддержка И Помощь Он Не Смущаясь Шел К Больной Душе Неся И Сцеление Хотя Б Эта Душа Была Ему Незнакома Судьба Рано Заставила Меня Страдать И Томиться Жизнью Рассказывает Одна Девушка С Малого Детства Я Не Была Любима В Родной Семье От Природы Болезненная Неразвитая Ни К Чему Неспособная Изнеженная Нервная Я Была В Тягости Другим И Самой Себе Отдали Меня В Институт Но И Оттуда Через Три Года И Сключили По Неспособности К Учению В То В В В В В Мать Моя Болезненная Женщина Не Имела Средств Меня Содержать Так Как Мы Жили При Отце В Скорбях Проводили Мы С ней Дни Свои Но Вот Наконец Умирает И Мать Моя Оставляя Меня Одну Совершенно Без Всяких Средств Жизни Куда Мне Было Преклонить Свою Голову Я Гостила То Одних Родственников То Других То Знакомых Не Имея Возможности Нигде Прочно Приютиться Я Перекочевывала С места На Место Одно Время Я Гостила В Кронштадте И Здесь Мне Было Скучно Однажды Мне Уже Очень Стало Тяжело И Я Во Время Одной Прогулки Начала Обдумывать План Как Бы Мне Прекратить Своё Бесполезное И Мучительное Состояние Сидя В таком Грустном Настроении Я Не Заметила Как Подошёл Ко мне Священник И Привет Его Поклонившись Сел На Другой Конец Лавочки Не Зная Его Как И Никого В Кронштадте И Не Желая Ни С Кем Разделять Своего Тяжелого Настроения Я Стала И Хотела Удалиться Но Незнакомый Мне Батюшка Остановил Мне И Сказал Я Обеспокоил Вас Кажется Извините Но Проходя Мимо Я Не Мог Не Подметить Тяжелого Настроения Вашей Души Решил Подойти К Вам И С Чувством И Чувственного Участия Побеседовать С Вами Не Стесняйтесь Откройте Мне Вашу Скорь Может Быть Через Меня Грешного Господь И Успокоит Вас И Утешит Вас Тронутая Таким Участием Человека Мне Совершенно Незнакомого Я Горько Заплакала Но Ничего Не Могла Сказать Кроме Одного Я Несчастная Лишняя На Свете Великий Ум Творца Не Мог Сотворить Ничего Лишнего Отвечал Батюшка Указывая На Ползущую По Песку Букашку Он Продолжал Посмотри Что Беспомощнее И Нистожнее Этого Насекомого Но И Оно Не Лишнее И Оно Приносит Долю Пользы И Оно Не Забыто И Не Оставлено Творцом А Ты Буду Человеком Этим Любимым Созданием Божиим Отчаиваешься В Его Милосердии Поведай Мне Скорть Свой Скажи Что Случилось С тобою Тут Я Извела Всю Душу Свою Перед Добрым Батюшкой Мне Казалось Что Еще Никто Не Говорил Со Мною С Таким Участием Никто Так Не Утешал Меня Он Казался Мне Ангелом Посланным Богом На Спасение Мое От Гибели До Которой Было Уже Мне Так Недалеко С Искренной Отеческой Любовью Он Беседовал Со Мною Ободрял Утешал Указывал Мне Путь Жизни Которым Я Иду До Настоящего Времени Не Переставая Благодарить Мне Его Имени Своего Он Мне Не Открыл Назвавшись Одним Из Соборных Священников Когда же Вернувшись Домой Я Рассказал О своей Замечательной Встрече И беседе С каким-то Священником Мне Сказали Что Это Был Несомненно Отец Иоанн При этом Они Добавили Это Дивный Святой Человек Главный Источник Из которого Отец Иоанн Черпал Силу Возрождающую Чужие Души Была Конечно Молитва Все Его Часы Отдавались Молитве У Него Не Было Еще В То Время Такой Славы Какая Настала Потом Следовательно Было Больше Досуга Чем В Последствии Ночи Его Были Свободны Но Он Отдавал Их Молитве За Других Отец Иоанн При Проезде Селез Петергов Часто Останавливался У Меня Рассказывал Он Нам Утром Спросишь Как Спал Слава Богу Добрая Ночь Здоров Голова Свежа А Я Знал Что Он И Не Ложился В Постель До Самого Утра Как Молился Он За Других Может Читать Это В Его Дневнике Младенцы Павел И Ольга По Беспредельному Милосердию Владыки По Молитве Моего Непотребства Исцелились От Одержащего Их Духа Немощи У Павла Малютки Немощ Разрешилась Сном Малютка Ольга Получила Спокойствие Духа И Личика Из Темного Сделалась Ясным Девять Раз Ходил Я Молиться С Дергновенным Упованием Надеясь Что Упование Не Посрамит Что Стусящему Отворится Что Хоть За Не Отступность Даст Мне Владыка Просимое Что Если Неправедный Судья Удовлетворил Наконец Утруждавшую Его Женщину То Тем Более Судья Всех Праведнейший Удовлетворит Мою Грешную Молитву О Невинных Детях На молитвенные Слова И Коленопреклонения Мои На Дерзновение Мое На Упование Мое Так И Сделал Владыка Не Посрамил Меня Грешника Прихожу В Десятый Раз Младенца Здорово Поблагодарил Владыку И Прибыструю Заступницу И Вот Естественно Что Эта Молитва С первого Жагода Дала Пастырю Ту Веру Которая Двигает Горы И Творит исцеление Веру Которую Отец Ян считает Обязательной Для Пастыря Раб Божий Говорил Он При Совершении Богослужения И Таинств Должен Быть Твердо Убежден Что Раз Он Что Либо Помыслит И Скажет Это И Сделается Так Удобно И Легко Для Владыки Исполнять Наше Прошение Творить Или Притворять Что Либо По Нашему Слову Это Убеждение Пусть Так В тебе Будет Крепко И Естественно Как Твое Дыхание Воздухом Как Видение Зрением Как Слушание Слухом И У него Была Эта Вера И Удивительно Лишь Что Он Испытывал Тысячекратно На себе Что Это Точно Так Испытывал Что Между Словами Сказал И Сбылось Повелел И Создалось Нет Промежутка Что Они Истины Во Всей Силе Дорогой Батюшка Однажды Сказал Я Так Счастлив Что Господь Меня Любит Это Я Вижу Из Того Что Господь Слышит Мою Молитву И С Каким Сияющим Лицом Прибавил А Какое Счастье Иметь Господа В себе Рассказывали Мне Кронштадцы Говорит Партерея Иоанн Попов Батюшка Наш Часто Молится О Своей Собратье И О Духовинстве И Сильне Скорбит О Нерадивых Пастырях Раз Даже Выразился Если Бы Все Мы Пастыри Были Как Должно То Дьяволу Нечего Было Бы Делать Закон Учительства И Педагогическая Деятельность Отца Иоанна Скоро К многочисленным Заботам Дорогого Батюшки Отца Иоанна Присоединилась Новая С 1857 Года Он Начал Давать Уроки Закона Божия В Кронштадтском Городском Училище В 1862 Году Открылась В Кронштадте Классическая Гимназия Когда Отцу Иоанну Была Предложена В этой Гимназии Законно Учительская Должность Он С Радостью Согласился Радость Эта Объясняется Следующим Обстоятельством Отцу Иоанну С открытием Гимназии Представлялась Возможность Руководить Детьми До зрелого Возраста Когда Из ребенка Уже Формируется Взрослый Человек Будущий Член Общества Отец Иоанн Очень Любил Цветы Давно Сделано Наблюдение Что Кто Любит Цветы Любит И Детей Едва Ле Это Наблюдение Случайное Любовь К цветам Настоящая Любовь Заботливая Трогательная Нежная Почти Молитвенная Говорит О сердце С сильно Развитым Тяготением К чистому Нетронутому Невинному Дети Семьи Это Тоже Что Бедные Ландыши В природе Это Оставки Первобытного Рая Последние Следы Погибшей Непорочности Чистые И Красивые Среди Грязного И Часто Безобразного Но Цветы Это Только Символ Красоты Детская Душа Живая Божья Красота Как же После этого Мог Достойный Богоносец Отец Иоанн Не Любить Детей В школу Отец Иоанн По собственным Его словам Вступил Как Делатель В питомник Душ Вот Собственное Сравнение Отца Иоанна Как Приятно Садовнику Или Любителю Комнатных Растений Видеть Что Их Растения Хорошо Растут Зеленеют Дают Цветы Или Плоды И Вознаграждают Их Труды Как Они Удваивают Тогда Своё Усердие В ухаживании За ними И Земля Каждогодно Под ними Переменяет Землю Переменяет Если Это Комнатные Растения И Поливает Тщательно И Во время А Сухие Веточки Или Пожелтевшие Листочки Обрывают Чтобы Они И места Не занимали На стебле Растения И не безобразили Его собою Да и соков Его напрасно В себя Не тянули Зато И посмотреть Мило На эти Растения Цветочки Так Какие Например У олеандры У розы Нашей Русской Китайской Глядишь Не наглядишься И скажешь Делен ты Создатель Наш Не только В человеке В твоём Образе И подобии Но и В растениях Бездушных И в цветочках Древесных Спросим Что нам Много Говорить О растениях И цветах Они Всё-таки Дерево Сено Как Нехороши А вот Вы Детки Наши растения Или Выше Божьи Бесценные Страница 74 Вы Наши Цветы То Что Сказано Об них Надо Приложить И К вам И Как Любовно Ухаживая За своими Христовыми Цветами Воспитанный Во Христе Вертоградарь Воспитывать Души Такова Была Задача Которую Поставил Себе Новый Закон Учитель Его Взгляды На преподавание В это Время Были Довольно Определенные Он Заявлял Не раз За задача Каждого Преподавателя Дать Ученикам Определенный Не Исчезающий Прочный Фонд На котором Он Сам Будет Строить Впоследствии Предлагаемое Повествование Законноучительской Деятельности Отца Иоанна Не без внимания Может быть Прочитанной Современными Законноучителями Умножение Забастовок А также Иных грехов И беззаконий Современного Учащегося Юношества В значительной Степени Объясняется Неудовлетворительной Постановкой Законноучительства В наших школах Ныне Питомцам В школе Хотят усиленно Дать Религиозное Просвещение Но школа Не дала мне Цельного Христианского Мировоззрения Пишет Один из Питомцев Светской Школы Не дала мне Ясного Понимания Христианской Жизни Стройной Системы Христианской Нравственности Проходя Курс Гимназии Я узнал Несколько Рассказов Из жизни Ветхозаветных Патриархов Без всякого Объяснения Глубокого Внутреннего Значения Их Примеры Для нас Узнал Несколько Чудесных Примеров Из жизни Пророков И не Слышал Ни малейшего Намека На содержание Наиболее Замечательных Из пророческих Книг Ни одного Слова Из этих Страниц Полных Жгучего Вдохновения Которое Писали Эти сосуды Святого Духа Исайя Иеремия Иезеки Иезра Когда Дул Божий Был в них Узнал О чудесах Сопровождавших Рождение Консину Господа Нашего Иисуса Христа И не Получил Ясного Понимания Громадного Значения Неисчерпаемого Содержания Нагорной Беседы Спасителя В Евангелии От Иоанна И апостольских Посланий Слушая Лекции Богословия В университете Я познакомился Со взглядами Врагов Божественного Откровения И опять Таки Не приобрел Никаких Положительных Знаний Нет Современная Школа Не дает Познание Воли Бога Живого Не дает И понимания Того Как жить По вере И творить Добро Не отвечает Ни на основной Мировой Вопрос О том Что есть Истина Ни на насущный Жизненный Вопрос О том Как жить Не количество Прочность Усвоенного Важна Отец Иоанн указывает И то Где Как Какими Средствами Приобретается Эта Прочность Средство Это Соединить Знание С душой Слить Со всем Ее Прежним Духовным Содержанием Так Чтобы Знание Растворилось Вошло Как новое Постоянное Качество Духа Преподать Только То Что Может Быть Усвоено Переработано Душой Умом И сердцем А не Одной Памятью Душа Человеческая По природе Проста Пишет Он И все Простое Легко Усвояет Себе Обращает В свою Жизнь Сущность А все Хитросплетенное Отталкивает От себя Как Несвойственное Ее Природе Как Бесполезный Ссор Мы Все Учились Что Что Оставалось В нашей Душе Из всех Наук Что Врезалось Неизгладимо Сердце И Память Не С детской Ли Простотой Преподанные Истины Не Ссором Ли Оказалось Все Что Было Преподано Искусственно Безжизненно Не Напрасно Ли Потрачено Время На Слишком Мудрые Уроки Так Это Всякий Из Нас Испытывал На Себе Значит Нет Осязательнее Всякий Должен Убедиться Тем Более В Необходимости Простого Преподавания Особенно Малым Детям Не В том Сила Что Преподать Много А в том Что Преподать Немного Но Существенно Нужное Для Ученика В его Положении Этот Взгляд Уже Ручается За то Что Уроки Нового Учителя Будут Педагогически Разумны Но Отец Иоанн Не Был Просто Преподавателем Он Хорошо Осознавал Отличие Закона Учителя От Преподавателя Все Что Нужно От Преподавателя Нужно Закону Учителю Но Здесь Нужен Еще Большой Существенный Придаток Нужно Многое Без Чего Может Обойтись Простой Учитель Закон Божий Не Есть Предмет Преподавания Вот Основное Положение Закону Учительства Отца Иоанна Мы Не Знаем Закону Учителя Который Был Такой Мере Как Отец Иоанн Усвоял Святое Правило Данное Прекрасной Книге Учение И Учитель Ты Преподаешь Детям Закон Божий Больше Всего Берегись Делать Из Евангелия Учебную Книгу Это Грех Это Значит В ребенке Обесценивать Для Человека Книгу Которая Должна Быть Для Него Сокровищем И Руководством Целой Жизни Страшно Должно Быть Для Совести Развивать Слово Жизни На Бездушные Кусочки И Делать Из Мучительные Вопросы Для Детей Приступать С речами О Евангельских Словах К детям И Вызывать У них Ответы Для Этого Потребна Душа Чуткая К ощущениям Детской Души Но Когда Приступает К делу С одной Механикой Программных Вопросов И Ставит Цифровые Отметки За Ответы На Вопросы Иногда Неловкие Непонятные Ребенком Вызывая Волнение И Слезы Грех Принимает Себе На Душу Эдзиминаторы И Может Сказать О Них Не Ведает Что Творят С Душой Ребенка Есть Такое Лицемерие Лицемерное Обощение В Школьном Деле Когда Закон Божий И Соединенное С ним Внушение Начал Нравственности Составляет Лишь Один Из Предметов Учебной Программы Как будто Нечего Больше Желать И Требует Для Нравственной Цели Как Иметь Наличность То Или Другой Цифровой Отметки За Ответы В Предмете Называемом Законом Божиим Есть В школе Законоучитель Есть Программа Есть БАУ Показатель Знаний И Все Результаты Такой Постановки Учения Поистине Чудовищные Есть Учебники В коих По пунктам Означено Что Требуется Для Спасения Души Человека И Знаминатор Збавляет Цифру Бала Тому Кто Не Может Припомнить Всех Пунктов Где Наконец И Прежде Всего Вера О Кое Мы Лицемерно Заботимся И Отец Иоанн Учил Закону Божию Евангельскому Закону А не Текстом Хотя И Больше Всего Ценил Подлинный Евангельский Текст У Него На Уроках Изучалась История Царства Божия На Земле А не История Царей Израильских Он Призван Был Просветить Сердце И Больше Всего Заботиться О том Что Прежде Сего Евангелие Было Усвоено Сердцем Учеников Преобразование Юношества О чем Надо Больше Всего Стараться О том Чтобы Стижать Ему Просвещенные От Чеса Сердца Не Замечаете Ли Что Наше Зрение Сердцем Известных Истин Идея Предшествует Умственному Познанию Бывает Так При Познаниях Сердце Видит Разом Нераздельно Мгновенно Потом Этот Единственный Акт Зрения Сердечного Передается Уму И в уме Разлажается На части Являются Отделы Предыдущие Последующие Зрение Сердца В уме Получает Анализ Свой Идея Принадлежит Сердцу А не Уму Внутреннему Человеку А не Внешнему Поэтому Весьма Важное Дело Просвещенно Отчисла Сердца При всех Познаниях Но Особенно При Познании Истин Веры И Правил Нравственности Он Говорил О том Чем Жил Евангелие Это Живой Завет Христа Дети Не могут Не слушать Святым Вниманием Слов Христа Их душа Ища Слишком Близка Слишком Родственно Небесным Звуком Чтобы Быть К Ним Холодной Если Дети Могут Не Слушать Закона Божия То Только Потому Что Он Преподается Так же Как И Всякий Предмет То есть С Легкой Сдержанной Скукой Или С Холодной Добросовестностью Такое Преподавание Убивает Евангелие Заставляет Учеников Видеть В словах Этой Книги Слова Которые Нужно Выучить При Этих Условия Конечно Дело Погибло А Отец Иоанн Не Мог Так Читать Он Передавал Слова Христа Именно Как Завещание Учителя Бога Его Голос Лицо Все Говорило Как Дороги Как Святы Как Нужны Для Жизни Эти Заветы И Дети Слушали И Слагали Слова В Сердце Своем У Великого Седотворца Отца Иоанна Не Было Неспособных Его Беседы Запоминались Навсегда И почти Одинаково Сильными И слабыми Были Такие Которые Не Сразу Умели Передать Содержание Бесед Отца Иоанна Но Не Было Таких Которые Не Принимали Свою Душу Этого Содержания Все Внимание Дорогого Батюшки Направлено Было Не Столько На То Чтобы Заставить Запомнить Сколько Чтобы Пленить В послушании Христианским Заветам Души Детей Наполнить Их теми Святыми Образами Какими Была Полна Его Душа Этого Он И старался Достигнуть С тенем Писания И Библии Здесь Изображение В полный Рост Иоанн Кронштадтский Подпись Чудотворно Та Икона Выразился Глубоко Мудро Первосвятитель Русской Церкви 90-летний Старец Митрополит Исидор Чудотворна Та икона Которая Стильна Возбудить Веру В свою Чудотворность Силу Этого Глубокомысленного Изречения Можно Применить И к отцу Иоанну Кронштадтскому Да Чудотворен Уже По тому Самому Что Возбудил Крепкую Веру В чудотворную Силу Божию Содеевающуюся В немощи Человеческой В наши Неверные Дни Как Магнит Притягивает К себе Железо Так И чудодейственная Сила Божия Притягивает Теперь К могиле Великого Духом И дерзновением Праведника Как Притягивала При жизни Серта Человеческие Призывая К подвижничеству Во славу Божию Эти Чтения Рассказывает Один ученик Отца Иоанна Настолько Нас Интересовали И занимали Что Мы просили Обыкновенно Книги Эти С собой На дом И Отец Иоанн Всегда Приносил С собой На запас Много Отдельных Житей Которые Сейчас Расхватывались Мальчик Бережно Прятал Такую Книжку Вранец А вечером Выучив Свои уроки Он собирал Своих Домашних И читал Им ее Слух Батюшка Я прочел Житие Святой Мученицы Пороскевы Говорит Через День Два Мальчик Дайте Мне Теперь Другую Книжку И брали И читали Не за страх А по любви И к батюшке И к тому Чему Он учил А читая Переделывались И душа Их Действительно Складывалась По образцу Людей Сильных И духом И верой Я Пишет Тоже Свидетель Глубоко Убежден Что Многие Из учеников Вносили Свою Добрую Религиозность Воспитанную В них На уроках От Саяна Даже Домой И Несомненно Должны Были влиять На своих Меньших По крайней Мере Братьев Или Сестер Я Лично Например Мог бы Засвидетельствовать Что Моя Тетка Лютеранка По Происхождению Совершенно Независимо Даже От меня Слушая Только Постоянно Мои Рассказы О батюшке Его Уроках И Беседах Заметно Становилась Все Более Религиозной Мои Маленькие Сестры И Брат Воспитывались Впоследствии Ей Совершенно Инося Чем Я 7-8 Лет Тому Назад Их Она Выучила Молиться В самом Раннем Возрасте Постоянно Твердя Им О Боге И О том Что Нужно Его Бояться Тем Более Конечно Воздействовали Беседы Отца Яна На Самих Учеников Его Пропоед Не Назидание А Отмеченное Именно Душевностью Тона Какой-то Особенной Сердечности Непосредственным Духовным Единением Его Своими Слушателями При Его Замечательно Выразительном Отчетливом И Чуждом Всякой Сухости Чтении Глубоко Западали В душу Детей Умиляли Та же Как и толпа Народа Стремившаяся К великому Праведнику Получить От него Благословение Назидание Или Поучение Конечно Ученики Пользовались Добротой Отца Иоанна Иногда Монкировали Не учили Уроков Но от этого Дела Страдало Мало Сил Усвоялось Во время Самых Уроков Кроме Того К экзамену Готовились Все Да и За год Упущения Были Нечасто Батюшка Почти Никогда Считаемся У того же Не ставил Нам Дурных Отметок И Иметь Даже Три По закону Божию У нас Считалось Большим Стыдом Позором Не знавшие Его урока Боялись Или вернее Как-то Студились Его Несмотря Даже На то Что Ни У Одного Учителя Не было Так Легко Для Отделаться Под предлогом Всерашней Или Сегодняшней Болезни Да и Вообще О каких-либо Дисциплинарных Взысканиях Произведенных По его Инициативе Мы Положительно Никогда Не Слыхали Но Повторяю Его Боялись В этом Случае Старались Лучше Уйти Как-нибудь С урока Чем Заявить Ему Прямо В лицо О своих Уважительных Причинах Незнания Заданного Урока Один Из моих Товарищей На выпускном Уже Экзамене Следствие Разных Случайных Препятствий Для Надежащей Подготовки Ответил Очень Дурно По своим Билетом Отец Иоанна Стоял Все-таки На том Чтобы Ему Было Поставлено Четыре Ввиду Его Прилежания И успешности В течение Гимназического Курса Однако Тому Прошло Уже Несколько Лет А товарищ Мой Теперь Бы С трудом Решился Показать На глаза Своему Доброму Защитнику По крайней Мере Вплоть До Отъезда Своего Из Кронштадта Он Избегал Встречи Доверие Были В жизни Детей И грехи И падения Отец Иоанн Следил За этими Падениями Приходил На помощь Когда Она Была Нужна Я Пишет Уже Указанный Ученик Поступил В первый Класс Гимназии В 1887 Году Отец Иоанн Преподавал Закон Божий Во всех Восьми Классах Таким Образом Я Сразу Из Дома Ощутился На школьной Скамье Под его Религиозным Влиянием Нужно Заметить Что дома В силу Особо Сложившихся Условий Моего Воспитания Я Роза Поступления В гимназию Почти Совсем Без Понимания Элементарных Основ Православной Веры В церковь Не ходил Молиться Никогда Не читал Хотя Знал Их Готовясь К приемному Экзамену В гимназию Наконец Не имел Самого Простого Детского Страха К имени Божьему И вот Один Случай На уроке У отца Иоанна В первом Жаклассе Сразу Стремил Мою Детскую Голову К познанию Хотя и Смутному Еще Имени Бога И страха К нему Как сейчас Помню Входит Батюшка К нам В класс Мы До пятидесяти Мальчиков По обыкновению Подошли Один за другим К его руке И получив От него Благословение Стали Затем На молитву После которой Начался урок Как всегда Батюшка Спросил Сначала Урок У некоторых Из тех Учеников Которые Сами Вызывались Отвечать Потом Он начал Сам Вызывать Не по Классному Журналу Батюшка Подходил Прямо К известному Ученику И спрашивал Его урок Подошел Он наконец К моему Соседу Когда Последний Стал Отвечать То Отец Иоанн Встав Рядом С нему Парты Очутился Ко мне Почти Совсем Спиной Воспользовавшись Этим Я занялся Со вторым Своим Соседом Болтовней И Затем Увлекшись Запустил Шалость Грубо Неприличную И безнравственную Хотя По правде Я плохо Осознавал Что делаю В это время Слышу Голос Батюшки Пойди-ка Сюда И Понимаю Очень смутно Правда Значение Своей шалости Я Не жив Не мертв Поднимаюсь С места И иду Вслед за батюшкой Мимо всех Парт Кафедры Здесь он Тихим Ласковым Голосом Стал Расспрашивать Меня Что такое Я делаю И кто Меня Этому Научил Я сказал Что Меня Этому Научили Уличные Мальчики Тогда Батюшка Смотря на Меня Своим Долгим Пытливым Взором Пока У меня Наконец Невольно Не выступили Слезы На глазах Спросил Приблизительно Так А Ты Бога Не боишься Тебе Разве Не страшно Что Он Тебя Накажет За Свои Шалости На Уроках Его Закона Смотри Больше Не Шали А то Ведь Он Все Видит Я Смотрел Упорно Вниз Молчал И Наконец Стал Схлипывать Прося У батюшки Прощения В это Время Раздался Звонок И Урок Должен Был Кончиться Все Стали На Молитву И Батюшка Велел Мне Прощать Сначала Молитву Господню И Пресвятая Троица Затем Благодарим Тебя Создателю Считаем Обыкновенно Дежурным В классе После Молитв Он Погладил Мне По Голове И Внушая Еще раз Никогда Больше Не Шалить Благословил Меня И Вышел Из Класса Окруженный Всеми Моими Товарищами Снова Подошедшими К нему Под Благословения Этот Случай Заканчивает Свидетель Сразу Сделал Из Меня Да Может Быть И Не Из Одного Мальчика Начавшего Детским Разом В душу Веровать В Бога И бояться Его Имени Вообще Я Немало Помню Примеров Того Как Путем Краткого Обыкновенно Часто Строгого Отрывистого Но Всегда Душевного Назидания Отец Иоанн Умел Коснуться Самой Живой Струны В Духовно Неразвитом И Нередко Уже Испорченном Организме И Селить Последний Урачевав В нем Ту Или Другую Нравственную Ранку По-видимому Батюшка Сказал То Что Сказал Б На Его Месте Всякий Но Вот Обыденный Случай Запомнился Навсегда И Более Чем Запомнился Что Ж Тут Вызывает Нравственную Перемену Такой Переворот Произвел Голос Отца Иоанна Та Жаль Которая Звенела В его Голосе Отразилась В его Глазах И Передавалась Детям Вместе С этим Ласковым Прикосновением Руки Батюшки Были Случай Когда Отец Иоанн Был Даже Строг В Пятом Классе У нас Был Некто М Юноша Лес 16 Крайне Ленивый И Испорченный Мы Учили Катехизис На одном Из уроков Посвященном По поводу Первого Члена Симула Вера Определению Бога Как Духа Вдруг Среди Урока М Встает Со Своего Место И Резко Заявляет Батюшке О том Что Он Отказывается Признать Это Определение В Классе Воцарилась Гробовая Тишина Безбожник Изувер Воскликнул Вдруг Отец Иоанн Пронизываем Своим Резким Упорным Взглядом А ты Не боишься Что Господь Лишит Тебя Изыка За Твое Еродство Кто Произвел Тебя На Свет Отец С Матерью Отвечал Глухим Голосом А кто Произвел Самый Свет Кто Создал Все Видимое И Невидимое М Молчал Молитесь Дети Обратился Тогда Батюшка Ко всему Классу Молитесь Совсем Усердием И Верою По Кончанию Урока М Был Позван К батюшке В Учительскую О чем Говорил Сэм С глаза На Глаз Мы Не Знаем Но Он Вышел Взволнованным И Навсегда Новым Были Случаи Когда Совет Гимназии Делал Постановление Об Увольнении Какого Нибудь Нетерпимого Ученика Тогда Отец Иоанну Прошел Отдать Негодного Раба На По Руке Ему Отдавали И Нужно Было Видеть Каким Тревожным Вниманием Наблюдал Отец Иоанн Заверенный Ему Душой Он Следил За Ним Как За Больным Растением Наблюдал За Каждым Нездоровым Движением И Выхаживал Большей Частью Конечно И болезнь Оказывалась Недостаточно Серьезной Это Было Детское Упорство Которое Не Хотело Сломиться Перед Приказом Окриком Угрозой Но Легко Склонялась Перед Просьбой Ласковым Упреком Молитвой Бывали Конечно И Случа Действительной Порчи От Дурного Воздействия Среды Родителей Здесь Было Больше Труда Но Ласка Которая Для Этих Детей Тоже Что Солнце Для Растения Все Прощения Вразумляла Душу Еще Не Сломившуюся Совсем И Спасала Через Несколько Месяцев Бывший Нетерпимый Ученик Становился Другим Новым Много Помогало Отцу Иоанну Исповедь Здесь Он Беседовал С детской Душой В минуты Когда детская Душа Была Всего Ближе К Богу В минуты Подъема Когда Человек Искренне Желает Освободиться От Всякой Грязи Отец Иоанн В это Силой Своего Влияния И Молитвы В результате Он стал Действительно Духовным Отцом Своих Детей А раз Установили Связи В гимназии Они Перешли За пределы Ее Ио Ученики Отца Иоанна Учились У него И вне Уроков Они Любили Его Службу Я Помню Пишет И С какой Готовностью Мы Поспешали Дунскую Церковь И Церковь В Доме Трудолюбие Где Он Служил Чаще Чем В соборе Нередко Впрочем Некоторые Из нас И я Утром В гимназии Заходили В собор Где Отец Иоанн После Утренем Молился За тех Кто К нему Приезжал За советом Или Помощью И мы Сами Бывали Тогда Свидетелями Того Какая Глубокая Вера В спасительность Батюшкиных Молитв Перед Господом Не Только Духовно Поднимало Этих Людей Но Уврачевало И физические И страдания Еще Более Конечно Действовал На Детей Пример Необычайной Святой Жизни Закона Учителя У нас Было Немало Казенных Пенсионеров Иногородних Которые По недостатку Средств Должны Были Оставаться Вдали От Родных В стенах Гимназии Даже По Большим Праздникам Этих Бедняков Обыкновенно Воручал Тот Же Батюшка Снабжая Деньгами На Дорогу К Родным И Обратно А Кому Из Нас Была Неизвестна Никогда Не Оскудевающая Рука Батюшки Который Утерл На Своем Веку Немало Слез Различным Беднякам И Сирым Еще Не Имея В своем Распоряжении Больших Средств В первые Годы Моего Пребывания В Гимназии Он Делился Со Всеми Бедняками У Себя В Кронштадте Последним Редко Обманываясь В Людях Он По Видимому Никогда Не Терял В Них Веры А Напротив В Нас В Учениках Своих Вожжег Яркий Светильник Этой Самой Веры Показывая Нам Ежедневно Своим Собственным Примером Обязанность И Посильную Возможность Каждого Христианина Следовать Евангельской Заповеди Любви К Ближнему Часто Кто-нибудь Из нас Во время Урока Просил Батюшку Рассказать Нам О том У кого Он Бывает В Петербурге Зачем Его Туда Всегда Зовут Молитвы Не только Нас Живо Интересовали Но глубоко Умиляли Оставляя Добрые Следы На нашем Миросозерцании Мы Ежедневно Могли Наблюдать Толпу Народа Нуждавшуюся В благословении По учении В свете Или Помощи От нашего Батюшки Его Призывали На наших Глазах И в барские Хоромы И в убогую Лачугу Бедника И нас Живо Всегда Трогали Эти взаимные Отношения Для которой Он оставался И останется Навсегда Тем же Наставником И духовным Отцом Каким Был Для нас Дело Воспитания И обучения Детей По убеждению Отца Яна Дело Великое И многотрудное Великое Ответственно Служение Наставника Почтеннейшие Сослуживцы И добрые Товарищи Не излишне Ныне Нам Напомнить Себе Что мы Богу Спаспешницы Соработники У Бога А эти Дети Божия Нива Божие Строение Нами Возводимое Так Говорит Он В одной Из своих Проповедей Перед Началом Учения Я По данным Мне От Бога Благодати Полагаю Основание В сердцах Этих Отроков А Вы Возводите На нем Каждый Свои Построения И так Каждый Смотри Как Строит Говорит Апостол Павел Строит Ликто На этом Основании Золота И серебра Драгоценных Камней Дерева Сена Солома Каждого Дела Обнаружится Во Второе Пришествие Иисуса Христа Ибо Этот Грозный День Все Откроет И Огонь Испытает Дело Каждого Каково Оно Есть Усердно Ли Добросовестно Ли Полезно Ли У кого Дело Которое Он Строил Устоит Тот Получит Награду От Праведного Судьи И Сдовоздаятеля А у Кого Дело Сгорит Тот Потерпит Урон Ответственно Это Служение По Другим Соображениям Граждане Веряют Нашему Попечению Руководству То Что Для Них Есть Самого Драгоценнейшего В жизни Детей Своих Эти Как бы Сердца Свои И Их Взоры С надеждой Устремлены На Нас Ясно Для Отца Иоанна И то Чему Нужно Учить Главным Образом В школе Вот Его Мудрое Слово Об этом Слово Которое В наши Дни Может быть Положено Во главу Всего Воспитания И обучения Юношества Что Мы хотим Сделать Из наших Юношей Спрашивает Отец Иоанн Своих Слушателей Всезнающих Или Многознающих Ученых Мужей И Вот Что Отвечает На Эти Вопросы Мудрый Пастырь Как говорится Проглотить Науку Быть Весьма Ученым Человеком И В то же Время Увы Быть Негодным Человеком И Вредным Членом Общества Не Ученые Например Были Французские Коммунисты Олицетворявшие В себе Так живо В прошлую Войну Адских Фурий Не Наученые Или После Зарождаются Люди С духом Отрицания Всего Святого Отрицания Самого Божества Божественного Откровения Чудесного Единым Словом Сотворенного Мира И всех Существ Видимых И невидимых Вообще Чудеса Даже Воскресение Мертвых И жизни Вечные Не Наученые Или Почв Мы Встречаем Систематический Разврат Доказывающий Ненадобность Благословения Церкви Для сожития И Прикрывающийся Именем Гражданского Брака Не В ученых Ли Наибольшей Частью Головах Гнездятся Ложные Убеждения Что Храм Богослужения Даже Евангелие С его Учением Чудесами И Нравственными Правлами Существует Только Для Черни Но Отнюдь Не Для Ученых Людей У которых Будто Бы Есть Важнейшее Занятие Более Разумное Горе Горе Нам Если бы Из наших Учебных Заведений Стали выходить Такие Ученые С такими Ложными Взглядами И понятиями О таких Важных Предметах Но Конечно По Милости Божией С нами Этого Не Будет Ибо Вообще В Учебных Заведениях Дело Образования Воспитания Поставлено Правильный И Верный Путь Но Что Мы Хотим Сделать Из Наших Юношей Полезных Обществу Членов Хорошо Но И Этого Мало Истинно Полезные Христианскому Обществу Члены Могут Быть Только Воспитанные В Христианских Правилах Обычиях Христиане Или Добрые Сыны Православной Церкви Значит Нам Нужно Образовать Не Только Ученых Людей И Полезных Членов Общества Но И Что Всего Важнее И Нужнее Добрых Богобоязненных Христиан Это Мы И Стараемся Делать Будем Питомцам Внушать Что Все Знания Научные Без Науки Подчинения Властям И Установленным Законным Порядком Общественным Не Принесут Им Никакой Пользы Что Все Науки Имеют Своим Центром И И Исходным Началом Бога И Его Вечерней Премудрость Как Души Имеют Своим Первообразом Господа Бога Создавшего Нас По образу И подобию Своему Что Стихийные Знания Касающиеся Здешнего Мира Нужны Только Здесь На Земле С Будут Не Нужны Что Познание Веры И Заповедей Божьих Уклонение От Греха И Добрая Жизнь Необходимы Каждому Человеку И Здесь И В Будущей Жизни Будет Учить Их Так Чтобы Они Любили Всей Душой И Всем Сердцем Господа И Друг Друга И Не Забыли Как Ныне Многие Забывают Или Отвергают Что За Пределами Времени Находится Вечность За Пределами Видимого Мира Мир Невидимый И Вечный Прекраснейший Здешнего И За Пределами Смерти И Могилы Жизнь Бессмертная И После Честных Трудов Земных После Доброй Христианской Жизни Вечное Упокоение И Блаженство На Небе У Отца Небесного По Мнению Отца Иоанна Успешным Великое Дело Воспитание Юношества Может быть Только Тогда Когда Все Будут Дружно И Согласно Работать На Этой Великой Божьей Ниве Что Же Должно Объединять Всех Учащих Я Есмь Альфа И Омега Начало И Конец Да Будет Же У Всех Нас Началом И Концом Господь Вседержитель В Яснице Кое Все Существующее Все Мы Благонамеренное Изыскание Открытие Умов От Которая Всякая Наука И Всякий Добрый Успех В Науках В Боге Все Мы Должны Сходить Как Радиус В Центре От Бога Получать Единство Во взглядах И Направлениях Свет Теплоту И Силу В Знаниях И При Этом Прекрасном Единстве С Этим Светильником С Теплотой И Энергией Преподавать Разные Познания Детям Которые Готовятся Сами Некогда Стать На наши Места Или Другие В Иных Сферах Много Значит Единство Во всех Делах И Отправление От Одного Начала Равно Как И Возвращение К Единому Началу Напротив Разногласия Все Более Вреди Делу Если Один Преподаватель Говорит То А Другой Утверждает Противное Об Одном И Том Ж Предмете Тогда В головах Учащихся Происходит Умственный Хаос Бесполезное И Вредное Умничение Совопросничество В сердцах Разрушается Вера Во Все Святое В самое Откровение Божие В церковь И Во весь Встрой Ее В нравах Является Деморализация И Труд Самого Блестящего Образования Нередко Разбивается В дребезги Наблюдение И Опыт Подтверждает Эти слова Отец Иоанн Глубоко Верит В то Что Действительно Так Все И Будет Что Воспитание Юношества Пойдет Прекрасно Если Все Мы Будем Вести Своё Дело С Мыслью О Боге О Важности Дело Воспитания Ответственного Перед Богом Перед Обществом И Перед Ангелами Этих Детей Всегда Видящих Лицо Отца Небесного Если Не надеясь На свои силы Всегда Слабые И хрупкие Мы Будем Чаще Спрашивать На своё дело Благословение И помощь Свыше Ясен Для Отца Иоанна И ответ На другой вопрос Весьма важный В педагогическом Отношении Как Учить Вот Его Та же Весьма Мудрый И основательный Ответ На этот вопрос Он Говорит Главное Господа Преподаватели Позаботимся Возможной Простоте И Многосложности